здравствуйте всем рад приветствовать вас рад снова поделиться с вами то что есть на сердце мы продолжаем тематику служения пророка потому что мы насколько много насколько это возможно мы рассмотрим разные варианты для того чтобы вы были более осведомлены об этом служении конкретно на этом уроке я хочу рассмотреть с вами так называемых два пророческих измерения одно это измерение пророка и другое это измерение провидца мы посмотрим в чем они общие в чем они отличаются друг от друга я верю это также необходимо знать и понимать чтобы иметь реальное представление как тот или иной пророк может двигаться в нашей среде или если господь дал это призвание нам чтобы мы также разумели непосредственно как и что высвобождать и двигаться согласно вот этим измерениям если мы представим такую пророческую реку которая идет пророческого служения и она разветвляется как бы на две части и она наполняет две сферы это одна река но она разветвляется и наполняет две сферы одна это пророк другая это провидец другая это празорливец и мы посмотрим некоторые вещи я также буду использовать некоторые места священного писания я также буду использовать некоторые места ну кое-что записанное записанное здесь то есть начнем с того в чем же разница между просто провидцем прозорливцем или пророком прежде всего хочется сказать такое все прозорливцы провидцы являются пророками они пророки но не все пророки являются прозорливцами если мы посмотрим слово пророк она согласно статистике христианской больше чем 300 раз встречается ветхом завете и больше чем 100 раз встречается в новом завете и есть определенные еврейские слова я не еврей я могу произносить их не совсем правильно но я думаю главное чтобы вы уловили смысл евреи евреи они использовали в еврейском они использовали в основном два слова которые охарактеризовывали пророка первое это слово наби 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 пророк согласно этого слова даже авраам был пророком авраам назван пророком вы можете посмотреть в бытие двадцатая глава седьмой стих специфически зачитывать не будем но когда бог является этому царю там и говорит относительно авраама и говорит смотри восстанови жену аврааму потому что он пророк стоит слово наби и он помолится за тебя и ты будешь жить у тебя все будет хорошо также во второзаконе 34 глава 10 стих сказано что с того времени не возникал не появлялся более более такой великий пророк 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 наби как моисей которого бог знал лицом к лицу можно посмотреть еще несколько мест писаний и ремия 1 глава 5 стих где бог говорит что я осветил тебя как пророка для наций употребляется слово наби в малахии 4 глава 5 стих где говорится что я пошлю вам пророка илию перед тем как великий страшный день господень придет пророк также наби здесь стоит слово наби это кто он такой наби наби это пророк который в основном получает послание от бога через на и те через вдохновение в основном он будет что-то слышать приходящие от господа к нему и он будет передавать это и поэтому мы рассмотрели первое наби и этот пророк он пророк вдохновение большинство как я уже говорил того этого взаимодействия взаимоотношения с господом и наделение и получение от господа определенных вещей будет происходить по вдохновению и по наите это пророки которые больше слышат которые больше чувствуют которые больше ощущают поэтому другое слово о котором ветхом завете в еврейском говорится это слово хозен или рах хозен урах что переводится видеть наблюдать смотреть на что-то воспринимать через видение хозен тот кто видит видение то есть здесь мы с вами увидим некоторое различие что если наби больше пророк вдохновения по вдохновению то хозен является пророком откровения и большинство его откровений он будет получать в визуальной форме через сны через видение через разного вида видений через проявление проявление ангельского мира в его среде и высвобождение послания через ангелов поэтому это очень важно знать чтобы все же знать каким образом и в какой сфере непосредственно задействован тот или иной пророк мы знаем что у давида царя были пророки был пророк такой год год назывался правиться на фан пророк он был наби пророком и есть одно место писания где мы можем прочитать это первое паралипоменон 1 1 паралипоменон давайте посмотрим что здесь 1 паралипоменон 29 29 29 чтобы мы просто посмотрели где в одном месте писания используется используется два этих слова первое паралипоменон 29 29 давайте вместе с вами прочтем здесь сказано дела царя давида первые последние описаны в записях самуила провидца хозен и в записях нафана наби пророка и в записях гада прозорливца опять хозен то есть мы видим в одном и том же слове в одном и том же месте писания мы видим эту разницу поэтому если посмотреть даже на некоторые аспекты служения этих пророков к примеру хозен провидец очень часто будет получать откровение от бога заранее до того момента когда он их непосредственно высвободит то есть хозен пророки провидцы они будут заранее молиться об определенном служении в церкви или конференции которая может быть завтра может быть через неделю может быть через месяц и они уже в видениях и откровениях непосредственно получат слово мудрости слово знания и развлечения духов а в определенных людях относительно определенных людей которые будут на конференции они могут увидеть видение как они одеты в каком месте зала они будут сидеть и что непосредственно у них будет при этом дары откровения слова мудрости слово знания до развлечения духов провидцы получат заранее это основная их специфика потому что очень часто они будут получать мощное откровение и для того чтобы их вера поднялась и возросла чтобы высвободить определенные вещи им нужно получить что-то заранее и потом увидеть что то что господь им говорил к примеру неделю назад об этом человеке что его имя такое что он одет так что он сидит в этом ряду и у него например определенная неисцелимая болезнь или бог покажет что-то еще и тогда он просто когда увидит что все эти факты все эти откровения они просто совпадут и станут реальностью прямо у него перед глазами тогда непосредственно ему будет легче служить и его вера поднимется для того чтобы служить тем или иным образом на тав он также способен получать слово мудрости слова знания развлечения духов но это будет больше не через визуальные сферы а через сферы чу переживаний через чувствование через слышание голоса божьего через определенные духовные аспекты осязания обоняния духовно о которых мы с вами говорили и такие пророки они будут больше двигаться непосредственно в этом и высвобождать это непосредственно в тот момент времени когда они служат то есть будет приходить наите и они просто будут передавать то что происходит сейчас в том или ином месте с тем или иным человеком если это например слово знание также есть другие разные факты и но особо в эту тему не хочется углубляться я просто поделился это с вами чтобы вы понимали что есть разные градации есть разные отличия есть разные понятия даже согласно из названий вот именно с еврейского определенных пророков и исходя из этого будут их функции различаться но тем не менее мы понимаем что это такие градации которые иногда сходятся то есть наби может иногда увидеть видение и получить послание через ангела который он увидит также и хозен он сможет по наитию что-то получить но хотя это будет совмещаться все же будет все же будет основной как как говорится момент различия и отличия по тому способу который они будут по которому будет приходить откровение непосредственно от господа их жизнь и по манере служения через которое они непосредственно будут высвобождать эти откровения ну в принципе на этом закончу эту сессию этот урок спасибо за внимание благословений вам всем